Губернатор Игорь Руденя в эту среду вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области. Среди них представители самых разных профессий, врачи, рабочие, сотрудники силовых структур. Торжественная церемония была приурочена ко Дню Народного Единства. День Народного Единства является символом силы духа нашего народа. Более четырех столетий назад, благодаря сплоченности ополчения, Москва была освобождена от интервентов. Свою лепту в общую победу внесла и Тверская земля, отметил губернатор, обращаясь к собравшимся. Сегодня, как и прежде, у нас в Дню Народного Родины вера сильной в Россию, и у нас есть прекрасная российская способность. Если народ Един, он не победит. Уверен, что жители Тверского края всегда будут едины в своем роде, во благо этого Днем Лужья и всей нашей великолепной России. Глава региона подчеркнул, примером для всех является труд людей, которые удостойны государственных наград и наград Тверской области. Каждый из них не только высококлассный специалист, но и пример верности своей профессии. В частности, сотрудник ОРТПЦ Игорь Лебедев, награжденный медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Профессия нравится просто потому, что изначально со школы ее выбрал. Мне понравилось копаться в электронике, так до сих пор, по жизни как бы и хобби, и работа. Сначала был на авторадио, очень техническим директором, его строил. Вот, потом уже перешел в ОРТПЦ. С восьмого года так и работал. Для Марии Андросовой Тверской колледж культуры имени Львова и вовсе стал вторым домом. Сначала училась там, потом осталось, чтобы преподавать. У достойной регионального звания почетный работник культуры и искусства, она очень гордится, что ее альма-матер известна далеко за пределами Верхней Волжья. Наше училище очень хорошо котируется. Наши ребята поступают в высшие учебные заведения, работают, остаются в городе, работают в области. Выпускники наши поступают даже в Академию имени Ваганова на балетмейстерское отделение. Вот в этом году девочка поступила. В Московский институт культуры поступает, в Владимирский институт культуры, в Орловский. Почетное звание заслуженный врач Российской Федерации присвоено Минутулаху Алисенову. Закончив более 40 лет назад Калининский мединститут, он отправился работать в Старецкий район. Он и сейчас трудится там, теперь как врач общей практики. Появление таких специалистов имеет особенное значение для глубинки, убежден медик. Привали зарплату врачам общей практики, это немаловажный фактор, особенно в селе. Ну, затем, второй вопрос, мы же не отправляем к узким специалистам в высшие стадии организации. Основная масса – это те болезни, которые мы, не только терапилор, глаза, мы же сами смотрим, чтобы людям было комфортно. Медиков среди награжденных в этот день было особенно много. В частности, знаком губернатора «Во благо земли Тверской» отмечена работа коллектива Калининской ЦРБ. В марте прошлого года инфекционное отделение клиники приняло первых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня коллектив учреждения – это более 80 врачей и около 150 человек среднего персонала. Все они продолжают вносить свой вклад в борьбу с пандемией.